Здравствуйте, уважаемая аудитория! Я очень рада вас здесь сегодня приветствовать. Всегда приятно говорить для такой дружелюбной публики. Я филолог, и поэтому я сегодня расскажу вам, конечно, о русском. Но прежде чем я начну, я предлагаю вам посмотреть небольшое видео. Пролезенская? Пролезенская площад. Преобразженская площадь Преобразженская площадь Продукты Продукты Рублевка Маршрутка 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 Квасно-квардейская 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 Домбита Бабушкинская Зураб Церетель Зураб Церетель Зураб Церетели Кистие пруди Кистие пруди Кристие пруди А, we're there today Кистие пруди Дорогомиловский рынок Дорогомиловский рынок Дорогомиловский рынков Квам... Преод Преод Христо Спация Сп culание В день В день В день В день В день DC В день В день Стар Я рада, что ролик вас немного повеселил. Вот такой эксперимент был проведен интернет-изданием The Village. В качестве испытуемых были приглашены сотрудники британского журнала, которые в тот момент находились в Москве и готовили специальный выпуск о России об архитектуре и дизайне России. И разбирались в непростой топонимике по долгу службы. Можете себе представить, что было бы, если бы мы провели такой эксперимент в Красноярске? Я думаю, что вы согласитесь, что название некоторых улиц, например, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» не каждый русский турист запомнит. Это я все к тому, что русский язык очень сложный. И мы с вами гордимся этой сложностью, гордимся тем, что он такой великий, красивый, что мы можем расставлять слова в предложении в том порядке, в котором нам нравится, еще много чем. И это правильно, гордиться тем, что в совершенстве знаешь и пользуешься таким сложным языком. И есть люди, этих людей немало, которые стремятся наш язык выучить, стремятся разобраться в многообразии его форм, погрузиться в культуру. И поэтому я хочу представить вам вот такой необычный проект, который поможет сделать наш сложный язык чуточку проще для тех, кто его изучает. Некоторое время назад я работала со студентами из Казахстана, была вовлечена в такой проект. Это были ребята разных специальностей, студенты, но всех их объединяло одно. У них было хорошее образование, и они искренне интересовались нашей культурой, чем мы живем, чем мы дышим, что для нас ценно. Я столкнулась с проблемой, что такого ресурса, который позволил бы им немного глубже познать особенности языка, культуры, сейчас просто нет. И здесь нужно напомнить, что экономика, которую все мы хотим сейчас видеть с вами для России, это экономика умного типа, строится людьми высокообразованными и мобильными. И люди с высоким образованием всегда обладают большей мобильностью, они хотят двигаться, развиваться, и делать это на одном месте невозможно. Поэтому нужно признать, что миграция будет всегда, и мало того, что она будет всегда, она еще и полезна для нас. Люди с высоким образованием из других стран – это большой ресурс для России, для Сибири в частности. И здесь мы с вами должны определить момент вхождения в культуру, чтобы у этих людей была возможность познать нашу культуру, наш язык, разобраться в нем немного глубже, чем мы это делаем на уроках русского языка, как иностранного, для иностранцев, которые хотят его изучать. Я хочу показать вам небольшой фрагмент из лекции профессора Юрия Александрова. Это наш знаменитый нейрофизиолог, профессор, я уже сказала, академик Российской Академии Наук. Лекция называется «Мозг и культура». Давайте посмотрим. Посмотрим. Теперь берем мозг человека, то тут есть вот такая важная вещь. Он обучается самым разным действиям. Вот они здесь так вот схематично обозначены. Эти действия проецируются на его мозг. Не в одну какую-то структуру мозга, хотя, конечно, они распространены неравномерно по мозгу, но тем не менее это всегда общая мозговая активность. И вот все эти специализации и навыки нейронов, они связаны с тем, чем он обучается в этой культуре. И как вы понимаете, в разных культурах он будет обучаться разному. И поэтому вы получите в разных культурах людей с разными наборами специализаций. Проще говоря, Юрий Иосифович говорит о том, что люди разных ментальностей и этносов имеют разные зоны в головном мозге, которые отвечают за понимание, за эмоции и так далее. Поэтому я хочу предложить такой проект. Это будет электронный ресурс, в котором я бы хотела собрать материал. Это будет не только образовательный материал, но и, я их так называю, живые материалы. Например, видео вот нашей с вами встречи, видео подобных других встреч, игры, лекции, книги. И я считаю, что такой ресурс будет очень полезен для людей, которые стремятся в нашу культуру влиться. Давайте теперь поставим себя на место людей, изучающих язык. Все мы с вами в той или иной степени знакомы с английским языком. Каждый имеет определенный опыт его изучения. И часто этот опыт бывает негативным. Я знаю, о чем говорю, потому что в моем дипломе бакалавра прописана специальность учителя иностранного языка. И я сама видела и понимаю, насколько трудно бывает школьникам изучать язык исключительно через грамматику. И даже если мы не говорим в данном случае об отсутствии мотивации к такому зазубриванию, то даже технологически это не дает нужных результатов. Совсем другое дело, если мы с вами начнем изучать язык по фильмам BBC или хотя бы по фильму Елизавета. Конечно, это более художественная работа, такая же работа, например, Генрих VIII. Но это для нас не так важно. Главное, что мы сможем... У нас появится возможность понять, как формировалась культура Великобритании, как формировалась культура взаимоотношений парламента и государства. Эта культура формировалась не 20 лет, это длительный период с момента правления Генриха VIII до Второй мировой войны. Еще сейчас королевская династия в Англии существует. Конечно, у королевы уже нет реальной власти, но ее символическая власть очень важна для англичан. Она хранительница традиций, и все это очень важно для нас с вами, как изучающих язык. Изучая тонкости языка, мы заставляем себя, или если мы говорим о людях, которые изучают русский язык, и заставляем их проникнуться, постараться включить другие зоны головного мозга и понять. Я хочу показать вам статистику. На 2013 год миграционный прирост из Казахстана составил более 40 тысяч человек. Я хочу обратить ваше внимание на уровень образования этих людей. Из 34 тысяч человек четверть имеют высшее профессиональное образование, еще 9,5 тысяч – среднее профессиональное образование, еще треть имеют неоконченное высшее, начальное профессиональное или среднее общее образование, что нормальный уровень для статистики 14+. И еще я хочу познакомить вас с некоторыми представителями Казахстана, казахами, которые живут и работают в России, они успешны в своей профессии и развивают нашу страну. Адильхан Абдулин – это знаменитый хирург, заслуженный врач России, он живет и работает в Челябинске. Наталья Аренбасарова – это актриса, заслуженная артистка России и Казахстана, лауреат многих премий, снялась более чем в 50 фильмах. Гульсин Бесимбаева – она работает первым заместителем главы города в Мирного в Якутии, занимается муниципальной политикой, кандидат социологических наук. Нейли Бекмаханова – это знаменитый профессор, она работает в Москве, академик наук, академик Российской академии наук. Серик Жусупов – он живет и работает в Санкт-Петербурге, сейчас он является президентом компании «Морской фасад», до этого работал в Министерстве транспорта России. И таким образом я хотела вам показать, что, на примере казахов, что у многих мигрантов большой потенциал, и мы с вами просто обязаны его использовать для развития нашей экономики, нашей страны. И во всем этом процессе я, как филолог, со своей стороны хочу обеспечить ресурс, такой ресурс, где с одной стороны была бы образовательная составляющая, а с другой стороны живые материалы, фильмы, видео, лекции, книги. И такой ресурс, который смог бы с одной стороны обучить людей языку, а с другой стороны включить их в культурно-исторический контекст. И я прошу пожелать нам удачи в этом проекте. И обязательно присоединяться, если у вас возникли какие-то идеи, я верю, что они у вас уже возникли. Вот здесь вот есть мой электронный адрес, и вообще всегда меня можно найти в социальных сетях. Обязательно приходите со своими идеями, чтобы мы вместе могли сделать этот сложный русский язык немного проще и роднее для тех, кто его изучает.